Всем привет, меня зовут Иван. А меня зовут Кира. И мы решили устроить такой мини-баттл. Мы сейчас начнем звонить, согласно нашей агитационной звонилке, проходить анкету и попробуем дозвониться до как можно большего количества людей и сагитировать их против Путина. И узнать, кто из нас победит. И более того, для меня это будет первый опыт звонков в целом, так что я прямо на ваших глазах буду осваивать эту машину. Посмотрите на меня, а потом сделайте так же. Становитесь волонтерами нашей агитмашины и звоните, узнаем, кто из нас с Иваном победил. Давай попробуем. Кто первый? Ты первый. Я посмотрю. Удобная фишка нашей звонилки — можно выбрать музыку. Потому что это правда. Через какое-то время ты можешь устать от одной и той же мелодии. Поэтому будем выбирать музыку. Иногда ее можно слушать долго. Алло, добрый день. Всероссийская служба опросов вас беспокоит. Найдется минуточка, чтобы с нами поговорить. Минуточка? Минута у меня найдется. Я вся во внимании. Это робот. И мы знаем, что вы робот. С роботом мы говорить не хотим, поэтому кладем трубку. Хочешь позвонить? Наш оператор сейчас убежал, потому что... Да. Добрый день. Соцопросы беспокоят. Российское агентство исследований. В пять минут найдется про выборы. Здравствуйте. Конечно, найдется. Супер. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, сколько вам полных лет? Скажите, пожалуйста, вообще руководство страны справляется с обозначенной вами проблемой? Вы выбрали специальную военную операцию. Скажите, пожалуйста, оно справляется или не справляется? Я воздерживаюсь. Воздерживаетесь. Тут можно, конечно... Прошу отнестись с пониманием. Я вас отлично понимаю. И на самом деле, я бы тоже воздержался от ответа. Спасибо, что отвечаете хотя бы на те вопросы, на которые можно отвечать в нашей стране. Планируете ли вы участвовать в выборах президента 17 марта? Да. Да. Скажите, пожалуйста, вы рассматриваете возможность проголосовать только за действующую власть или посмотрели бы на альтернативных кандидатов? Альтернативу. На альтернативу. И это первый успех. И очевидно, наш сторонник. Я еще не дозванивался до прям таких сильно наших сторонников, потому что понятно, что он оппозиционный, понятно, что он все понимает, понятно, что этого человека не нужно агитировать, потому что он и так уже сагитирован. Молодец человек. Я надеюсь, тебе попадется какой-нибудь очень прокремлевский... Такое бывает. ...человек. Я хочу смотреть, как ты будешь его переубеждать. Не заполнил там все поля этой анкеты нашей, но это не так важно, согласитесь. Важно агитировать и переубеждать. Анкета, статистика, это... У вас найдется пять минут? Нет. Окей. Потому что ты неправильно делаешь. Нужно заколдовать компьютер на позитив. Вот когда он позитивный, тогда никаких методов секретных манипуляций, никаких. Просто звань. Мы проводим опрос перед выборами. Я звоню вам из российского агентства социсследований. У вас найдется пять минут? Ну и сколько будет? Скажите, пожалуйста, сколько вам полных лет? Скажите, пожалуйста, какой задачи, на ваш взгляд, новоизбранному президенту необходимо будет уделить особое внимание? Вам нужно выбрать самый важный для вас вариант. Образование. Образование. Коррупция, в первую очередь. Хорошо. Значит, борьба с коррупцией, да? А как вам кажется, почему... Не могли бы вы объяснить, почему вы считаете коррупцию самой важной проблемой в России? Ну, во-первых, коррупции... Во-первых, с коррупцией очень много... Ну, самое простое, самое важное, почему коррупция... Во-первых, много денег уходит. Просто не туда, куда надо. Коррупции взять там полковника, у которого там биллиарды нашли. Куда они делись эти деньги? То есть они же не появились откуда-то. То есть где-то что-то кто-то не дополучил эти деньги. То есть какие-то там государственные учреждения, например, там... Потом у нас, говорят, там заплату учителя нету. Чтобы понимать, заплату учителей... Я по образованию учитель, а у меня утец-учитель тоже работает. Чтобы понимать, в деревне сейчас заплатный плац учителя как бы смешного не было, она 15 тысяч составляет. И если мы как-то сделаем, то что директор даже будет готов поднять зарплату, но попасть-то не может, потому что у нас такие ставки. Представляете, что такое 15 тысяч у нас в стране? Это чудовищно мало. Вот они уходят. И все, что с коррупцией, то есть откуда она бьется? То есть каждый пытается там тебе отмыть денег, плюс вот это взятничество и так далее. Если искренить в том числе взятничество, вот это коррупции страны, пробуя внутренних дел, тогда более-менее у нас законы начнут соблюдать. То есть если даже те сотрудники полиции, если им будут бояться даже, чтобы им прилагать взятки давать, что их там реально наказывать будут сроками и так далее, хотя бы государство начнет более-менее по законам жить. Это у нас получается законы только для, ну не для богатых людей. У нас осталось 15 минут, пока нас выгонят. И пока по одному успеху. Может быть ничьё и закончится. А может. Здравствуйте, Всероссийская служба опросов. Извините, что поздновато вам звоню в Екатеринбург. Но может найдется 5 минут на опрос? А вы в курсе, что вы позвонили в магазин? Ну, это не так важно. А что вы продаете? В каком магазине? Мы продаем обувь. Вот. По рабочему телефону нельзя разговаривать на личные темы, извините. Это очень личный выбор. С другой стороны, работа тоже. Ну, ладно. Обуви. Магазин работает в Екатеринбурге. Сколько там? Поздновато. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы тоже робот. Я вас распознал. Я вас знаю. Вы скажете, что будет не робот? А? Вы скажете, что окажется не робот. А ты человеку говоришь, я знаю, вы робот. Я знаю, да, да, да. Да не робот я. Отвечай, робот. Тогда скажите, пожалуйста, сколько вам полных лет? Это первый вопрос. 35. Скажите, пожалуйста, какой задачи, на ваш взгляд, новоизбранному президенту необходимо будет уделить особое внимание? Что как бы, ну, то есть, что вам кажется... Первый в приоритете снять, это закончить СВО. Ага. Угу. Потом доходы граждан. Ага. Образование. Угу. Поняла. Все-таки. Нет, нет, все, все отлично. Так, сейчас, секундочку. А скажите, пожалуйста, так как вы выбрали первым вариантом закончить СВО, специально военная операция на Украине, она влияет на вашу жизнь или жизнь ваших близких каким-то образом? Да, влияет. А на жизнь в стране в целом? Думаю, тоже. Санкции мы вложили со всех сторон. Работать невозможно. Поверливо. А знаете ли вы кого-то сами, кто участвует в СВО? Может быть, ваш близкий родственник или друг? Или вы никого не знаете? А, друг друга. Друг друга. Ага. А как вам кажется, что чего сейчас не хватает, чтобы прямо сейчас завершить СВО победой? Хороший вопрос, я не знаю. Что ж, тогда... Наверное, переговоров с двух сторон. Переговоров, я поняла вас, да. А вы что-нибудь слышали о женах мобилизованных? Возможно, вы слышали о том, что они требуют возвращать своих мужей с фронта? Или вообще в целом про это движение? Ой, на мне что-то попадалась какая-то информация в интернете. Ну, подруга я это не изучала. Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, а по вашему мнению решение руководства страны в начале СВО было правильным? Ну, я вообще далек от политики, но через мое мнение нет, было неправильно. Поняла. А почему вам так кажется? Ну, мне кажется, там что-то нам недоговаривают. Угу. Я... На причинах. Я поняла. А тогда, как вам кажется, что сейчас важнее для руководства России текущего? Победа в СВО или качество жизни россиян? Что их больше интересует? Это для кого важно? Для руководства России, для президента, для правительства. О, хороший вопрос. Дайте мне подумать. Пожалуйста. Сложнее, я правда не знаю, что сейчас сложнее. Хорошо. Но, с другой стороны, вы просто назвали в начале, в списке ваших приоритетов было СВО и много социальных областей, здравоохранения, образования. Как вам кажется, чему сейчас больше уделяется внимание на уровне руководства? Специальной военной операции или решению этих проблем? Ну, по новостям. Судя по новостям, только СВО об этом поговорили. Я поняла. Тогда, а какого исхода СВО вам хотелось бы? Я поняла, что вы хотели бы его закончить как можно скорее, но вот варианты «завершите СВО мирным соглашением и выводом войск» или «завершите СВО с удержанием взятых территорий»? Это сложный вопрос. Хорошо. Тогда более простой, думаю, вопрос. Планируете ли вы голосовать на выборах президента 17 марта? Да, обязательно. А скажите, пожалуйста, за кого бы вы хотели голосовать? В смысле, за Владимира Путина или за какого-то другого кандидата? За какого-то другого. Поняла. А как бы вы хотели видеть кандидатом в президенты из современных политиков, даже из тех, кто не выдвигается, кто не может выдвигаться, из вариантов Алексея Навального, Илья Яшин, Максим Кац, Гудков, Явлинский, Дунцова, Надеждин? Ну, из тех, кого я неплохо знаю, не знаю лично, а знаю просто наслышанно. А Навальный и Илья Яшин, они оба сидят, насколько я знаю. Да. Остается сейчас вариант только Надеждин. Поняла вас. Да, поняла. Большое спасибо. Все, на этом мой опрос закончен. Спасибо, что уделили время. До свидания. До свидания. Это победа. Это победа. Класс. Мне очень понравилось. Вот такая наша звонилка. У нас было не так много времени, не самое звонибельное время, но тем не менее мы сделали три агитационных звонка. И Кира победила. И мне на самом деле очень понравилось. В том смысле, что, как я уговорила вначале, это мой первый опыт. Но это реально очень интересно. Я в целом человек, который ужасно боится звонить незнакомым людям. Но это не так уж страшно. Анкета помогает. И в целом люди довольно вежливые. Так что все хорошо. Спасибо большое. Всем пока. Пока. Ура. Вы выполнили свой долг. Да, осталось всего восемь человек мне. Спасибо. Спасибо.